Так, начнем. Осторожно, это очень длинная и тяжелая пьеса. Правда длинная. И после просмотра вы выйдете опустошенным и в общем полном говне, да? Значит, театр представляет пьесу Михаил Савельского битвы. Вот вам пример простого решения стопроцентно адекватного сообщения, да? Ведь, ну, там более правильные вещи придут, невозможно. Насколько она проста? То есть, в общем-то, все, что я хочу сегодня спонять, это, ну, как сказать, экономия, экономия сил. То есть, на мой взгляд, да, с типографической точки зрения достойны опухолной метельниче, где минимальными средствами достигается максимальный эффект. Минимальный эффект. Ну, не только типографический статик. Все, что я сейчас буду говорить, а он будет относиться ко всему, окройден, кроме типографики тоже. Ну, просто так условно, типографика. Тут же ничего интересного, почему вот тут минимальные средства хорошо? А что хорошо? Минимальный может быть максимальный, но тоже клево, правда? Потому что тут тоже, что ли, еще что-нибудь нарисовать тоже будет классно. А тут, наверное, еще одна декоративная вещь, которую мы, в общем-то, теряли. Это, это, как вам сказать, помягче, деньги. Не очень ловше говорить, а типографика – такая вещь, которая всегда исторически была напрямую связана с деньгами. Что, большие? Большие? Это вам не какой-то значок завода открывать. Нет, тиражин, да, не печать. Ведь сейчас это тоже то, чего мы потеряли. Когда я говорю про отсутствие обязательности, я говорю про отсутствие ответственности. Ведь там вспомнить каких-то несчастных 100-200 лет назад набор книги, например, в любом издании. Дико дорогая речь занимает космально много времени. Это же там занимает пол этого помещения, за сколько труда там и прочее, и прочее. И потом выясняется, что вот там кедра неправильно подобрали. И что? Ну, в общем, понятно. То же самое относится к издальнейшему тиражированию. То есть, безусловно, типографика, она еще такая, в общем, вещь строгая, военная, потому что где-то совсем рядом какие-то большие изменения сенькровища. Сейчас уже нет. Да, понятно. Сейчас уже нет. Сейчас уже не страшно. То же, что там цифра, пробу, раз-раз, типи, в случае чего там, в общем, даже и перепечаток не нужно. Понятно. Вот. Ну, это вот я с такой минимизацией усилий, как вы сейчас рассказываете. Давайте я быстренько пробегусь. У какой-то... У какой-то реальный работа? У какой-то реальный, это не студентическая работа. У меня тут дату не разглядит. Он очень... У вас будет корректировать, да? Он очень свежий. Я думаю, что там уже лет 10, я думаю, что тут 15 работе. Я так... Я даже не утруждался, а с вами кто это сделал. Клевый. Вот. Вот. Да, это опять-таки реальная речь. Вот. Поэтому кратенько я пробегусь по какой-то терминологии буквально за 15 минут, чтобы дальше, когда я буду употреблять какие-то слова, вы понимали, зачем это происходит. Я здесь так как в краску назвал. Про гражданскую историю и регулярности. Потому что, в общем, шрифт и типографика, безусловно, максимально равно социализированность. Что-то, да? То есть, да? Потому что речь идет о коммуникации. Не просто о коммуникациях. Часто ее чаще и чаще будут всплывать. Мои слова слова, слово маркетинговые, например, коммуникации. То есть, коммуникации коммерчески. Это я же опять же о деньгах. Вы здесь зачем пришли? Ну, да не в конечном итоге. Да, можно как бы делать красивые некоммерческие проекты, но если при этом уже получаешь за свою работу справедливые вознаграждения, то никто вас не осудит. Поэтому, в общем-то, конечно, коммерческие коммуникации, и они действительно очень сильно завязаны на массовость и на компромиссии. Давайте посмотрим от краткого вырождения до от краткого умирания. Чтобы было понятно. Вы все знаете хорошо. Ренессанс. Тут приведены некоторые шрифты. Шрифты современные, которые сделаны на основе шрифтов. Смотрите. Чтобы было понятно. Я вам всего три признака для каждого времени. Три. Только. Произвольные. Ну, понятно. Вот они здесь. По графику прошлись. Типографика настолько неожиданно. Шрифта смотрит. Контрастность шрифов. Понимаете, что это такое? Наклон осей овала. И апертура буквы. Если кто совсем ничего не понимает, помогает. Скажите, что за хрень там? Проясним. Вот. Апертура. Да. Очень простая, очень простая вещь. Очень полезно узнать про сделки. Кто сталкивался с первой фотографией, тот узнает, как это из фотографии перешло. Фотография, апертура, это означает степень раскрытия диафрагмы. Ну, в дырах бы говорил фотографу. То же самое и здесь. У двух там. Варя Петерский. Это угол. Сомкнутого, да. Либо рассомкнутого вот этого вот самого места. И это вот, чтобы запросить, не только открытые знаки. Называется, да, открытая или большая апертура. Закрытые, наоборот, закрытые или маленькая. Варя Петерский. Варя Петерский. А вот эти обаловы, они от чего такие будут? Что значит, коммунистические? Отъясню. Да. И это тоже просто, поскольку все свои какие-то капитальные шелесты и имские берут начало от рукописных. Писали первым, да. Плоским инструментом. Толщина... Поэтому, во-первых, ну, не крутите в первом руке, когда пишут, правильно? Ну, что то, что то есть. Когда вы пишете от руки, у вас всегда будет вот такой наркот, потому что вы пишете вот таким вот образом. Понимаете, да? Вот, поэтому он называется демористическим. То есть, ну, ручьмем от руки, не чертежным, не механическим, дальше все пропадет. Вот. Давайте говоря, суть в чем, даже, в общем, не в этом. Именно в ренессансе люди вообще обнаружили возможность массовой коммуникации, да? Блин! Мы же можем тут это все сейчас, да? Вот. Они, конечно, совершенно проражены. Офигели. Создали все эти там разных шрифтов, курсил, сказали, печатали книги. Все было хорошо. Значит. Есть еще один термин, который надо знать в жизни, если кто не знает, это транзитивность. Если не знали слово транзитивность, вообще даже не просто подходить к этому блинкам. А сейчас не пишите? Транзитивность. Очень просто. От слова транзит. Просто транзит. Транзитивность – это связь, связанность одной буквой с другой. Атон прописанного. Когда вы пишите от руки, у вас все буквы связаны, да? Транзитивные буквы. Это транзитивные буквы, то есть у них как-то остались вот эти вот остатки, да? Транзитивные буквы, то есть у них как-то соединится. На самом деле это не термин, это нормально, да? То есть вот эта некая транзитивность, это не только графики имеет отношение, это имеет отношение к психологии и философии, да? Это вообще связанность. Это связанность одной буквы с другой. Одного слова с другим, да? Одного предложения с другим предложением и так далее. То есть это некое ощущение глобальное, да, такого единства и связанности, которое как раз возникло тогда. Денеция. Оно-то и было очень, собственно, дорого. Дайте посмотрим, что дальше произошло. Еще каких-то слов лет. Барокко. Вы прекрасно знаете, кто там занимался историей искусства, да, кто не занимался, что барокко, ну там совсем другая история, да? Там отсутствуют рациональные аргументы, безусловно. Это вообще вопрос веры. Все такое слегку, но очень красиво. Барокко, это такое, ух, как стирает бумажину, у себя попал, безумно красиво, волнительно крутит и верит, что, действительно, все честно отойдут. Почему точно не знаешь, но веришь. Вот. Это как раз барокко. И вы видите, что характер шриста и характер надписи меняются. Они меняются, потому что ребята поняли, что можно не просто так общаться, общаться хорошо. Какой-то альт-маруций, греческий, переводится архитектским, древнеарабинским. Нет. Безусловно, что перерочат, это религия, и их понесло. То есть, смотрите. Стрельки, так же, более контрастные. Гуманистичность, это пропадает. Вот эта архитектура начинает закрываться. То есть, появляется уже некая индивидуальность. Теяется вот эта вот связь между знаками, словами и вообще мысль другим. Для сравнения пока. Смотрите. Вот менессанс, вот барокко. Вот это открытая гуманистическая история, и вот она уже более закрытая. Смотрите. Вот эта вот уже гораздо более индивидуальная вещь. Уже это, она сейчас как раз познаю, должно все стало понимать. Это как бы капли-то, да, в общем. Здесь, ну, тут практически, ну, ну, что? Откуда это всё идёт? Это всё идёт, конечно, от Римлян, потому что они не дневники, а не было ни крокуса, ни улечителей Киев, всё они высекали на камне. И достигали они, ну, всё проще высекать, поменьше или побольше. Конечно, значит лишним высекать, если и так понятно, да, в общем. Поэтому все римские шересты, от которых произошли типографию, конечно, были максимально открытыми, но тоже быстрей же нам. О, и пошёл. Смотрите, что дальше? А дальше классифицировано ещё там лет сто, да, у меня баскеры. И вот всё у нас изменилось. Тут уже не каких-то наклонов. Тут уже всё отогралось. А что с ним произошло в этот момент? Произошла, в общем, как у некоторых промышленной революции, там, какие-то шахты, какие-то заводи частичные. И, в общем, коммуникации уже стали гораздо более разнонаправленными. Если во времена барок, а? Что там печатали? Ну, с вами молитвилика, да, и религиозники. Ну, немножко древних авторов переводили. Но, в общем, публицистике особо не было, да, ничего. Во время промышленной революции, да, там уже понеслась. Касая хвари, естественно. Там уже все науки, точные и не точные. Там, например, эти газеты и журналы, то есть коммуникации стали разнонаправленными. Через этим знаки ставят даже менее характерные сработием. Вот, например, у нас эта индивидуальность пропала. Это уже почти скучно, да? Ну, за-первых, может, открылась у нас. Да и ладно, ну, в общем. Время нет особо, это смотри. Это уже поход нормальный тип. Вот очень интересная вещь. Уже все подошло совсем практически. То есть это самый конец восемнадцатого, да, начало девятнадцатого. и основном, где-то условно, в том протоне. И сначала вот это вот я вам показываю. Никакой пронзитивности в помине нету. Вообще, бумы так все знаете. Как бы интенсулировались и закрылись сами в себе. Да, действительно, это начало романтизма и начало субъективизма. Уже никакие там связи, в общем, никого ни с чем не волнует. Уже любят зажменность, ассусть, не смертная душа. Это вы почитаете о немецких романтизм. И поэтому вот, как мы проходим продакциально, да? Такая очень механистическая вещь, мне кажется. Хотя вот она полностью составляется плохо романтизмом. Ничего ты с этим не делаешь. Но вот обратите внимание. Контакт стрихов. Максимальный. Ну, как больше, не было смысла. Да? Никаких наглот. Вообще, практически никакой виртура. Все. Солкнулось и склопнулось. Ну, выводы потом сделаем. Да, вот, смотрите. Движение. Увеличивается контакт. Увеличивается эта индивидуальность. Знаки закрываются. Осторожно. Знаки закрываются. Следующая станция. Реализм. О! А вот она настоящая пророчная революция. Да, это где-то середина девятнадцатого века. Вот это, например, шерифты типа гильветики или граффеты, которые, ну, чудо-чудочно считают принятым некой современностью, ну, или как минимум двадцатого века, безусловно, не трудно установить, что были разработаны в 1840-х, 50-х годах. Потом уже, конечно, не вернулись в двадцатом веке, но, основу-то, вы можете найти титульные листы, там, Пушкина или рядом, названные, в общем-то, гротескими, которые практически опять не отличаются. Что произошло? Тут, как бы, уже стало недожорожено. И все пропало, да? Появилось огромное количество людей, которые читали с большим трудом, да, взрывное расширение вообще аудитории для коммуникаций. Если раньше, да, понятно, все было сделано совсем большим количеством народов, то теперь это стало действительно реальным массовым, то есть уже тут нужна какая-то досудная функция, да, как ожидаться веревкой, правильно и прочее. Поэтому, безусловно, упрощение произошло максимальное. Таким образом, в общем, ну, почти замкнулся этот круг, естественным путем, да, эти, через три, ну, эти, можно сказать, опять-таки, называть словом реальность, как я ожидал, но, в общем, правда, и, в общем, смотри, полная потеря какой бы то ни было индивидуальности вообще, да, полное отсутствие какой-то такой трензитивности и открытости вообще. Это ясно. В общем, понятно, к чему это все могу привести, ни к чему хорошему. Конечно, поэтому, на самом деле, вот модернизм, он не вез своего рода серьезной революции в больших стилях, в общем-то, положил, что действительно какой-то конец. Я не буду дальше рассматривать даже истории по двадцатому веку, там, всевозможные, постмодернизм, там, проливать что-то, что-то нет, да, нео-гуманистические шелесты, это уже все близко к нам, совсем больше не хорошо видите. Но вот что случилось с модернизмом. Все так, но не все. Давайте посмотрим вообще на все это птичевое полято. Смотрите, какие радикальные изменения, просто ультра-радикальные. Только тогда Драйфов вообще изменил граффилу. Это не граффилу, а актуально вкусилу, да, если я так понимаю. Вот, если вкратце, по основной истории таких вот, да, коммуникаций, что происходило. То есть, в данном случае, открытость и гуманистичность, да, в общем, она является, конечно же, свидетельством, ну, веку, демократического общества и его коммуникации, тогда как закрытые и субстративные, прости, господа, являются противоположными. Но, вы посмотрите, вот на чертовую амбертуру, насколько все проточит. Вот она постепенно, 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 как кружина. За четыреста лет фанатус сольнулась и все-таки ее, как бы, вот это самое, расперло в один момент. И то же самое произошло и со строчной буквами. Ведь, что касается алфавита, давайте еще, просто интересно, насколько все это просто, в общем-то, да. Это не прописло, а у вас считается строчной. Правильность вы все знаете. Это два разных алфавита, которые имеют разные игроки. Понятно? Есть еще третий курсивный, и все, курсивный, основных трех. Я тут еще хотел сказать, а когда мы пишем большими буквами, а когда маленькими? Вообще, об этом заоскнуваете? Да. Версия? Ну, большими буквами мы пишем все большими или все маленькими? Что вы видите? Все большими или все маленькими? А, ну, когда мы хотим что-то на возручных сценах, можно сказать, мы их большими пишем, а когда мы говорим по-дружески и на сейфе, то все с маленькой буквы, маленькими. Очень хорошо. Спортически, да. Совершенно в точку, да. Тем более, что если взять основу, да, что это развивался, опять же, от русских капитальных надписей. Это было два направления. Гуманистическое письмо – это для оперативного, такого личного и частного общения. Капитательщик – для серьезных надписей серверков. «Сегодня мы рассняли коробки». Вот они вырубают это все. И главное, что это все сохранилось до сих пор. Вы посмотрите на нашу историю 20 века. Кто-нибудь дает хоть одну надпись слова КПСС, которая была бы набрана с ручными буквами? Никогда! Никогда! Сейчас за прописные. Прописные буквы – да, это громкий голос. Мы говорили уже сегодня об интонации. Одно и то же мы говорили. Каким-то конкретным. Прописные или строчные. Вы выбрали тот разговор, да, на котором вы начали общаться, или вы закончите, или нет, да. Но, в общем, это совершенно очевидная вещь. Выбор таких вопросов оказался бы ничем. Большими выпусками или маленькими. Да, прописные – это государственные, строчные – частные. Единственное задание, конечно, почему слово «пыть» за горьми, прописными всегда пишут. Ну, в общем, есть, есть на это ответы. Я думаю, что мы сами их найдите. Сейчас не будем, ну, так и сильно мы будем, зацикливаться. Я думаю, что здесь вам все понятно. Просто дальше, когда мы будем говорить «борокко» или «борокко» или «борокко»? «Ренессанс», да? Они открыли для себя возможность коммуникации массовой. Ой, все, больше пасы, они совершенно офигели, да? Потом из этой массовости пророкла индивидуальности, и сделали от рыбик уникальства. То есть все наоборот. Хотя, да, достижения они, ну, сто крат значительные. Вот в эти времена «борокко» там уникальство, вообще там посмотрите, да? А там уже, пожалуйста, уже можно половине, но показал вам совершенно конкретный карт. Итак, давайте еще раз так вот поссорим. Красненько совсем. «Ренессанс», да? «Открытие самой возможности в принципе массовой коммуникации», да? Алло, алло, да, я вас слышу, понятно. И дальше, когда вы увидите книги, там, выданные в Венеции, там, 15-16 век, вам становится все ярко. «Борокко». Не просто так. Все, как бы, должно быть в определенном направлении. «Классицизм». Самая искусственная, действительно, ленинская такая, абсолютно, полностью лишенная какой-то индивидуальности, но, видимо, необходимая фаза. «Романтизм». Тут уже вот как раз романтизм, и есть полный аутин в этом смысле. «Реализм». Работать надо. Не засечь все эти, да, там, рисунки. Дело делать, боржу тащить. Ну, и, в общем, а, понятное дело, мы дожди. В маринете я вам уже раз зачитывал. Это, если так вкратце, на примере шрифта. То же самое, безусловно, происходило с цифроградистой, при том, что, вы понимаете, это, в общем, были практически одни и пяти же люди. Редактор субтитров А.Семкин.